Программное обеспечение смартфонов может быть уязвимым. Производители выпускают патчи, которые устраняют проблемы, но не всегда это происходит оперативно. Помимо стандартных советов следить за обновлениями ПО и приложений, есть еще ряд и дополнительных. Ну, например, не подключаться к незащищенным Wi-Fi-сетям или не использовать каких-либо источников для установки приложений, кроме официальных магазинов Apple и Google. В iPhone для этого есть специальный режим блокировки. Включить его довольно просто. Сначала убедитесь, что у вас установлено iOS 16 и выше, откройте настройки, конфиденциальность и безопасность, режим блокировки и нажмите «Включить режим блокировки». Конечно, этот режим несет в себе ограничения. Например, блокируется вложение в сообщениях, кроме некоторых популярных медиаформатов, не работает предварительный просмотр ссылок, могут блокироваться некоторые скрипты, веб-шрифты и изображения на сайтах в интернете. Блокируются входящие звонки FaceTime, если ранее с этим человеком не было коммуникаций. Перестает работать доступ к общим альбомам в приложении «Фото». Запрещено подключение к незащищенным сетям Wi-Fi. Полный список можно посмотреть по ссылке в описании. Давайте посмотрим, что же изменилось и как это работает. Например, на сайте «Теплицы». Здесь мы видим, как выглядит сайт до включения локдауна. А теперь после. Элементы те же, но видно, что оригинальные веб-шрифты не прогрузились и были заменены. А при обращении к некоторым приложениям может возникнуть вот такое сообщение. Конечно, этот режим может быть адаптирован для вас. Чтобы исключить некоторые сайты, достаточно зайти в настройки веб-сайта и добавить его в исключение. После он появится в настройках режима блокировки. Вот здесь. Как видите, убрать его из исключений тоже довольно просто. Такая же схема работает и с приложениями, функции которых были ограничены. Помните, когда я заходил в приложение, то увидел вот такое сообщение. Согласился, и приложение было добавлено в исключение. Поменять доступ к нему тоже можно оперативно в настройках режима блокировки. В целом, локдаун-режим выглядит неплохим компромиссом между комфортом в работе и безопасностью. Он оберегает пользователя от ряда действий, которые могут быть потенциально опасными. К тому же, режим блокировки применим для всех устройств Apple, ну, с некоторыми нюансами. На этом всё. Пожалуй, в современном мире самое главное – оставаться людьми. Во всех смыслах. Александр Рыбаков. Теплица социальных технологий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова